Знаете, вот у меня друг, он сам детдомовец, и он сейчас поехал, при том, что я знаю, что у него нет ни квартиры, ни машины, он там небогатый человек. Но он организовал сейчас такую штуку, он всех беженцев расселяет, Ростовская область, Московская область, Краснодарская, Краснодарский край. И судя по тому, что люди уезжают оттуда, что-то там очень страшное получается. Я не хочу верить телевидению, я не хочу верить пропаганде с той или с другой стороны, потому что очень много информации в интернете. Но если они борются, и, наверное, было бы проще, если бы я оказался там. Я почему, опять же, Юлю, потому что если бы я оказался там, наверное, мне была бы картинка проще, ну, как сказать, яснее, видна. Я бы понимал, чем они жертвуют и что они делают. С одной стороны, да, герои, да, с другой стороны, ну, не знаешь всей вот этой подоплеки. Но чем-то, давайте мы вот этот, я вот не определился с этим моментом, потому что я не хочу, как бы сказать, не обижать никого. Потому что наверняка там есть и хорошее, и плохое, не знаю. Очень все запутано. Если бы я жил там, я понимал бы, я бы, вы меня спросили, я бы сказал, но, наверное, морально я не могу ответственность взять на себя, что, ну, как они себя ведут там, или как они не ведут себя. Все равно война всегда это плохо, всегда какие-то жертвы, всегда, ну, потому что, как раньше вот говорили, да, ну, деды победили, но они же тоже убивали. Опять же, моральный вопрос, ну, защищались, но они защищаются. Что там происходит с этими нацистами, фигистами, что они там творят, тоже непонятно. Ну, глупые пацаны, блин, молодые вообще. Опять же, почему у народа есть свой выбор? Зачем вы поддерживаете, если вам не нравится то правительство, которое дает деньги там на какие-то карательные эти все экспедиции, да? Почему вы поддерживаете, боитесь, боятся или что? Если так, почему они не встают? Эти встали тоже не хотят, не знаю. Страшный вопрос, потому что все были когда-то героями, и все были когда-то побежденными.